Здравствуйте! В эфире программа «Республика». Прямо сейчас о важных событиях в Чувашии. В студии Ольга Алексеева. Сегодня в выпуске. На передовой. 28 апреля. День скорой медицинской помощи в России. Меры поддержки. Более 1200 жителей республики заключили социальные контракты. Все цвета памяти. В Чувашии запустили арт-проект «Искусство Победы». 28 апреля. По данным сайта «Чувашия без паники», в республике 541 случай заражения коронавирусной инфекцией. 59 человек выздоровели. Летальных исходов по-прежнему 8. COVID-19 зафиксировали на трех крупных предприятиях республики. По данным Роспотребнадзора Чувашии, проверка выявила одного больного и 50 контактных лиц на предприятии «Керамика». Один случай заражения на Чапаевском заводе. Четверых заразившихся и 14 контактных лиц на предприятии «Гипер-М» в Парецком районе. На всех предприятиях провели дезинфекцию помещений и взяли анализы на коронавирус у сотрудников, которые контактировали с заболевшими, сообщили в управлении. Предприятие «Керамика» по решению суда закрыли на 22 дня. В соответствии с указом главы Чувашской республики, они имели право работать в эти дни в условиях действующих ограничений. Но при безусловном соблюдении мер, санитарно-гигиенических мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. По информации Роспотребнадзора, к ним была отправлена проверка, которая установила нарушения со стороны предприятий при исполнении этих мер. И в соответствии с полномочиями Роспотребнадзора их действие была ограничена, приостановлена. По информации имеющейся предприятия «Керамика», это постановление Роспотребнадзора обжаловало в судебном порядке. Но суд поддержал позицию Роспотребнадзора в той части, что необходимо устранить все необходимые нарушения, для того, чтобы предприятие могло продолжить дальнейшую работу. И позиция министерства наша такова, что все предприятия, которые имеют право работать в условиях действующих ограничений, они имеют право работать при безусловном соблюдении всех санитарно-гигиенических мер. Сегодня президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями регионов. Тема – противодействие распространению коронавирусной инфекции и поэтапный выход из режима ограничений, если того позволит развитие ситуации. Нерабочие дни продлеваются до 11 мая включительно. Главы субъектов в эти дни остаются на рабочих местах для оперативного решения всех вопросов, связанных с пандемией. Чуваши готовы и полностью поддерживать решение, которое озвучил президент, потому что текущая эпидемиологическая ситуация вызывает очень серьезное напряжение. То есть, с одной стороны, вроде бы количество заболеваемых на стабильном уровне, растет количество выздоравливающих, но однако достаточно много людей находится в режиме медицинского наблюдения. Ну и само количество заболевших тоже пока достаточно на высоком уровне. Все это говорит о том, что нам надо сохранять режим самоизоляции, очень внимательно относиться к мерам безопасности и, самое главное, в этом процессе быть очень внимательными. Наша задача за эти две недели, которые нам предстоит, все-таки закрепить те позитивные тенденции, с одной стороны, с другой стороны, создать возможность дальше уже жизнь налаживать в привычном режиме. Ровно об этом говорил президент. И, кроме того, он говорил о том, что наши предки, которые обеспечили нам день Великой Победы 75-летия, который мы отмечаем в этом году, нам показывали такой пример самоотверженности, преодоления трудных жизненных ситуаций. И его сравнение вот этих двух периодов говорило о том, что сегодняшний враг, он невидимый, но не менее опасный. И вот в этой связи, конечно же, каждый, объединяя усилия с окружающими, может сделать очень много для того, чтобы мир вокруг нас мы изменили в ту сторону, которую хотим увидеть завтра. Сегодня день работников скорой медицинской помощи. Свой профессиональный праздник врачи встречают на передовой войны с коронавирусом. Как отвечают медики на вызов и что изменилось в их работе, рассказали сотрудники Калининской подстанции скорой медицинской помощи. Алло, здравствуйте. Второй диспетчер вас слушает. Что с вами случилось? Жалобы на высокую температуру и кашель. Первый сигнал о том, что пациента нужно брать на особый контроль. При каждом вызове с подозрением на коронавирус, медики должны первым делом экипироваться. Налицо специальная плотная маска и очки, чтобы вирус не попал на слизистую глаз. Такой защитный костюм надевает каждый работник бригады, включая водителя. Теперь все готовы на выезд к больному. Для работы с коронавирусными пациентами не только защитные костюмы, но и специальный автопарк. У нас на сегодняшний день присутствует на дежурстве пять машин, которые занимаются именно пациентами, которые были в контакте с больными, или предполагаемый контакт, которые приехали, например, из Москвы, которые в последнее время их стало очень много. Также из других стран, например, в прошлое дежурство привозили пациентов, которые приехали из Болем. Автомобили скорой помощи оснащены всем необходимым и современным. Здесь самый главный аппарат АП и ВЛ, которые нужны пациентам с тяжелой дыхательной, недостаточной для подачи кислорода. Также кардиограф для проведения мониторинга. Также здесь у нас находится для удобства в самом кармане пульсоксиметр, в котором мы проводим субтурацию, то есть измеряем насыщение кислородом организма. Работа скорой помощи всегда была не из легких, но сейчас сил, выдержки и оперативности требуется еще больше. Опрежение сильного есть, конечно. Приходится мотаться в районы и по городу. А раньше в районы так не ездили. Каждую смену выезжаем в районы. Хоть одна машина все равно выезжает в районы. Риск заражения при контактах с возможными больными высок. Каждый вызов для медиков – реальные испытания. И они с честью исполняют свой врачебный долг. Для работы, в принципе, хватает. Есть у нас и средства индивидуальной защиты, так называемые СИЗы. Организовано горячее питание. И вообще мы работаем по вахтовому методу. Это означает 12 часов рабочего времени. После 12 часов рабочего времени мы идем отдыхать. Отдыхаем мы в лесной сказке. Организовано нас вывозят и отдыхаем. И цикл мы стараемся держать в таком режиме работы 8 дней. Потом нас меняет следующая команда. Количество выездов, я уже говорил, что она меньше не стала. Вчера, например, у нас за сегодняшнюю неделю по отчетам у нас 375 человек. Вернее, выезжали мы в 375 случаях, оказывали медицинскую помощь. Но 375 нет только коронавируса. Там и бывают банальные температуры, банальные ангины. Сегодня за работу в таких условиях медиков благодарят и лично, и в интернете. Но вместо обычного спасибо врачи просят всех оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Именно так можно снизить нагрузку на медучреждения и предотвратить распространение вируса. Рифат Фадкулин, Игорь Зверев, Республика. Скорая помощь Чувашии – это 110 круглосуточных выездных бригад. Они всегда первыми оказываются рядом, когда человек заболел. Сегодня ко всем сотрудникам службы обратился временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев. Олег Николаев в первую очередь от чистого сердца поздравил всех сотрудников службы с праздником и отметил эффективность скорой помощи в республике. Поэтому показатели Чувашия занимает третье место среди 85 регионов России. Мы гордимся тем, что система скорой медицинской помощи Чувашии является одним из лучших Российской Федерации. И в связи с этим недавно именно в Чувашии, на площадке Чувашской Республики, проходило всероссийское мероприятие. И мне было лично лестно слушать о вашей работе, о тех подходах, которые вы применяете и являетесь примером для многих ваших коллег в других регионах. Сотрудники службы скорой помощи сегодня несут службу в особых условиях. Огромная нагрузка в связи с пандемией легла и на плечи врачей специализированных медучреждений, где лечатся больные коронавирусом. В РИО главы республики рассказал о стимулирующих выплатах медработникам Чувашии. Напомним, по указу президента страны, тем, кто ежедневно рискует собственным здоровьем, спасая чужое, выплатят в общей сложности 136 миллионов рублей. Добавят и из республиканского бюджета. Той категории, которая не охвачена решениями президента, то есть здесь вот, например, за апрель месяц такая цифра составит более 9 миллионов рублей. То есть, если более точно, 9 миллионов 300 тысяч рублей. То есть, если в соответствии с решением президента все врачи, то есть сумма поощрения всех врачей составит 126 миллионов рублей, то вот в части неохваченных уже за счет республики, вот в рамках тех решений, которые мы для себя приняли и соответствующим образом определили категории людей, которые не охвачены, то есть мы вот уже в апреле месяце направляем 9,3 миллиона рублей. Олег Николаев поблагодарил за труд старшего врача скорой медицинской помощи Республиканского центра катастроф и скорой медицинской помощи Петра Ивановича Львова. Документы о награждении подписаны. Юбилейную медаль к столетию республики в Рио главы региона пообещала вручить сразу после отмены режима повышенной готовности. Александр Соловьев, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Профессиональный день сотрудники скорой встречают на рабочих местах, как и все другие праздники. Руководитель службы, главный врач Республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи Ольга Краузе обратилась к ним дистанционно. «Хотелось бы поздравить наших коллег, те, которые находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией, наших дорогих сотрудников. Будьте здоровы, берегите себя, любите и будьте любимы, чтобы в ваших семьях всегда было тепло, уютно и чтобы ваша работа была всегда в почете. С праздником, дорогие коллеги! В Чувашии продолжают успешно внедрять систему социальных контрактов. С начала года такое соглашение заключили более 1200 жителей республики, которые находятся в сложных материальных условиях. Напомним, наш регион вошел в пилотный проект, направленный на снижение уровня бедности с помощью этой меры. Как соцконтракт помогает встать на ноги, расскажет Рифат Фадкулин. Случилось так, что Инна Ильина осталась без работы. Руки, однако, опускать не стала. Услышав по телевизору новость о соцконтрактах, тут же обратилась с заявлением в отдел соцзащиты. Вскоре получила не только ежемесячную материальную поддержку в 10 134 рубля, но и новую работу. Так как мы являемся малоимущей семьей, у нас все получилось. И уже на следующей неделе меня пригласили на собеседование в центр занятости, где я уже стояла по безработице. И успешно прошла собеседование, и уже в феврале в начале я устроилась работать в центр занятости. Я ушла из педагогической сферы в совсем другую сферу, осваиваюсь потихонечку. Я очень благодарна коллективу центра занятости, который тепло принял меня, обучает всему. Оформить контракт несложно. Главное – забрать нужный пакет документов. Их принимают в отделах соцзащиты в каждом муниципалитете республики. Туда может прийти любой гражданин, признанный малоимущим. Далее остается лишь выбрать одно из четырех направлений господдержки. Мы оказываем государственные услуги по поиску его работы. Если гражданин долгое время не работал, то мы помогаем ему обрести новую специальность или, допустим, повысить ту квалификацию, которую он ранее имел. В этом смысле мы его направляем на учебу. Притом он имеет право до трех месяцев проходить эту учебу. Эта учеба до 30 тысяч рублей оплачивается тоже за счет вот этой программы. Следующее направление – после получения учебы он может трудоустроиться. И, допустим, в период прохождения его и обретения новой специальности мы работодателю гарантируем выплаты в размере 15 769 рублей. Тем, кто выбрал четвертое направление и решил открыть свой бизнес, тоже поддержат рублем. Они могут рассчитывать на единовременную выплату в 250 тысяч рублей. Рифат Фаткулин, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. С 1 января 2020 года в России введены электронные трудовые книжки. Это новый формат хорошо знакомого документа. В Чувашии работа по переходу от бумажной версии к цифровой ведется с конца прошлого года. И уже более 7 тысяч жителей республики выбрали для себя электронную трудовую. Электронная книжка дает работающим гражданам постоянный и удобный доступ к информации о своей трудовой деятельности, работодателям, новые возможности для кадрового учета. Независимо от формы введения документов, Пенсионный фонд узнает обо всех изменениях. Введение сведений о трудовой деятельности в электронной форме и представлении в органы Пенсионного фонда очень имеет большие преимущества перед тем, как на бумажном носителе. Во-первых, сам человек после принятия того или иного распорядительного документа работодателем может уже почти сейчас уже даже на следующий день увидеть его в личном кабинете застрахованного лица, либо на портале госуслуг ознакомиться теми или иными записями, правильностью введения записей. До конца года каждому работнику необходимо подать заявление в отдел кадров, выбрав для себя электронный или бумажный вариант. Часть сотрудников Цивильской районной больницы уже определились. Еще пока не все перешли. Вот из 385 работников у нас 297 уже перешли на электронные трудовые книжки. Есть и такие, которые оставили трудовую книжку, как обычно. Но это люди старого закона, которые в возрасте в основном большая часть уже перешла. Мы планируем до конца года закончить переход. Надеюсь, это будет и раньше, потому что работники уже активно пишут заявление на переход именно в электронные трудовые книжки. Они знают, в чем преимущество. Возникают вопросы? Мы объясняем, разговариваем с ними, ведем беседу. А вот мои коллеги пока еще не перешли на электронные трудовые, но уже задумываются об этом. Ко всем новшествам привыкнуть очень сложно. Я работающий пенсионер. В принципе, мне все равно, конечно, электронная трудовая книга или такая книга. Но нам, конечно, пожилым все равно это привычнее такие книги. Если нужно будет, я, конечно, приму и решение, чтобы у меня была электронная трудовая книга, можно и так оставить. Я считаю, что лично для меня большой разницы нет, электронная трудовая книжка или бумажный носитель. Потому что если ты хорошо работаешь, соответственно, работодатель это видит, это ценит и платит себе зарплату. Для тех, у кого уже заведена трудовая книжка в бумажном варианте, переход на электронную версию – дело добровольное. Учет трудовой деятельности тех, кто впервые устроится на работу с 2021 года, будет вестись только в электронном виде. Валерия Дружнец, Наталья Мальчикова, Валерий Резюков. Формат прямых линий министерств и ведомств жителями Чувашии был запущен по инициативе временно исполняющего обязанности главы республики и в условиях ограничения оказался очень востребованным. Минсельхоз Чувашии такие линии проводит еженедельно в разных муниципалитетах. Сегодня из Цивильского района. Не случайно сегодня с нами вместе Сергей Федорович, потому что мы на прямую линию с вами выходим из Цивильского района. Как и обещали в прошлый раз, потому что цивилия были самыми активными и вопросов от них было больше всего. Всего на платформах Ютуб и ВКонтакте собралось около 500 зрителей. Формат прямых линий очень интересен и полезен для всех участников, отметил Артамонов. Он позволяет сэкономить время и в кратчайшие сроки разобраться с проблемными вопросами. В районах вовсю идет посевная и с этим связано много переживаний. Вот тут Андрей Петров задает вопрос министру сельского хозяйства. Доброе утро. Скоро ли лето, Сергей Геннадьевич? У нас этот вопрос тоже интересный. Вопрос очень интересный. К сожалению, все вести на работу встали. Весенние полевые работы проводить не можем. Пока вроде как сроки позволяют, но уже опаздываем на 3-4 дня, если сравнить с прошлым годом. Будем надеяться, что в ближайшее время погода наладится. Еще один животрепещущий вопрос – как быть в празднике? Разрешат ли выезды на приусадебные участки? И если да, то на каких условиях? Скоро майские праздники и начнется сезон выездов на приусадебные личные хозяйства. Как можно будет осуществить эти выезды в условиях самоизоляции? Ну да, выезжать надо также ограничением, все мы понимаем. Так нет. Для предприятий, для всех, кто занимается ведением личного подсобного хозяйства, или приусадебных хозяйствах, кто ездит на дачи, или сельхозпредприятий, ограничений нет ни за кого. Но, конечно, меры санитарные надо соблюдать. Подключались к эфиру и жители других регионов. Проект уже выходит за пределы республики, потому что у нас был звонок из Сатарстана. Люди спрашивают о возможности инвестирования в сельскохозяйство Чувашской республики. Вопросы, которые не были озвучены за эфирный час, обязательно будут рассмотрены в течение дня. А следующая прямая линия пройдет ровно через неделю уже в Канажском районе. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика. Чувашия. Искусство Победы – особый арт-проект. Репродукция 28 картин чувашских художников на тему Великой Отечественной войны разместились прямо на улицах города. Запуск этого проекта – инициатива Министерства культуры Чувашии, которую активно поддержали и творческие объединения. Мы долго думали, как в этом году необычно представить Победу как таковую. Юбилейный год 75 лет. И я нашел исторические факты о том, что во время войны к нам были эвакуированы в том числе и художники, которые рисовали и делали выставки в 41-м, 43-м году. Они были везде. И мы решили эти выставки вывести на улицы. У каждого художника своя боль об этой войне. И мы в подборке этих картин постарались это показать. Глазами художников того времени мы можем видеть Победу во всех красках. Тематически оформленные остановочные павильоны сегодня в условиях самоизоляции. Уникальный шанс ознакомиться с шедеврами художников-земляков, которые хранятся в Чувашском государственном художественном музее, и к которым мы пока не имеем доступа. Тут и встреча воинов после Победы, здесь и военные события, здесь много сюжетов. Но вот основной принцип – это Победа, Великая Победа советского народа в Великой Отечественной войне. К 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы подготовили огромную выставку. Произведения, они разножанровые. Художники в своих произведениях обращались к теме войны по-разному. Композиционно разные отношения. Вот, например, есть здесь представлена работа Прокопенко, Алексея Прокопенко «Бамаев курган». Там действительно огромная трагедия, баталия, события той Великой войны. Там само сражение показано. Кроме оцифрованных полотен уже изготовлены 550 баннеров. Их разместят на основных магистралях и улицах республики. Работы завершат до 29 апреля. Затем в конце мая эстафету патриотического проекта подхватят следующее. Организаторы планируют вывести на такой же формат галерею картин 100 известных лиц Чувашии. Уже к юбилею республики. Наталья Мальчикова, Павел Иритков. Республика. Сегодня республика Башкортостан присоединилась к Приволжскому окружному марафону «Наш День Победы». Специально для этой акции легендарная песня была переведена на башкирский язык. В записи клипа приняли участие народные артисты Башкортостана и известные в республике люди. Первое исполнение песни «День Победы» на башкирском языке состоялось в конце марта этого года. До введения в республике режима самоизоляции. Видеоролики, снятые в регионах Приволжья, покажут в телевизионных эфирах округа. Их можно увидеть на ютуб-каналах и в социальных сетях по хэштегу «Песни Победы ПФО» «Наш День Победы». В эфире национального телевидения «Чуваши». «Наш День Победы» можно увидеть ежедневно до 10 мая включительно в программе «Ирпулзан» в 7 утра. Несмотря на ограничения, День Победы по-прежнему будет самым ярким масштабным праздником. Только основные события пройдут в интернете. Каждый регион не только включается во всероссийские акции, но и объявляет свои. В Чувашии под хэштегами «Вместе гордимся! Перле Мухтанатпар» ежедневно появляются новые портреты ветеранов. И события 75-летней давности словно встают перед глазами. Всего две недели назад в Рио главой Чувашии опубликовал в Инстаграме рассказ о своем родственнике ветеране Великой Отечественной войны. А сегодня в соцсетях тысячи видеороликов о наших земляках. Мой прадедушка Ефимов Алексей Федорович родился в селе Новый Шимкусы Яльческого района. Ушел на фронт в октябре 1941 года в 27 лет. Участвовал в битве под Москвой в составе 46-го отделения стрелковой бригады. Акция стала поистине всенародной. Нам всем есть кем гордиться. 200 тысяч жителей Чувашии ушли на фронт в годы Великой Отечественной. И каждый второй отдал свою жизнь за то, чтобы жили мы. Мой дед, дядя моей мамы, совершенно молодым, ушел на фронт. И сделал это сразу, практически после окончания Севастопольского морского училища. Последняя бисточка от него была в августе 1941 года. И это письмо моя семья хранит до сих пор. Акция «Вместе гордимся» — это не только дань памяти беспримерному мужеству наших предков. Это очень важный сегодня урок истории. Благодаря ему даже младшие школьники узнают о том, как развивались события той войны. Чтобы никто и никогда не посмел умолить вклад нашей Родины в победу над фашизмом. Смирнов Евгений Осипович. В сентябре 1942 года моего прадедушку, молодого и красивого парня, которому не исполнив 18 лет, призвали в армию. Где сразу же направили в Ленинград. У него несколько месяцев включился в Ленинградской военной школе радистов. Прадед обеспечивал связь дороги жизни. Так называли доставку продовольствия в блокадный Ленинград. Чтобы вписать имя героя вашей семьи в состав бессмертного полка, который марширует сейчас по просторам интернета, снимите минутный видеорассказ о человеке, которым вы гордитесь, и выложите его в соцсети под хэштегами «Вместе гордимся Перле Мухтанатпор». Пусть они встретят 75-е годовщину Великой Победы с нами. Это главные новости к этому часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова